Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Ирина Короткова о главных событиях в регионе. В рейтинге Минэкономразвития России Воронежская область вышла на 17 место среди 89 субъектов федерации по уровню внедрения государственно-частного партнерства. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве области. Сейчас в нашем регионе на принципах такого партнерства реализуется более трех десятков соглашений, включая сдачу в концессии различного муниципального имущества. Больше всего проектов 23 в жилищно-коммунальном хозяйстве. Есть также примеры в социальной сфере и транспортной отрасли. Общий объем инвестиций, по словам министра экономразвития региона Данила Кустова, составляет 35 с лишним миллиардов рублей. Вместе с тем, федеральное правительство недавно скорректировало методику оценки инвестпроектов на уровне муниципалитетов. Теперь акцент делается не на количестве заключенных соглашений, а на качестве их подготовки. В связи с этим губернатор Александр Гусев поручил провести анализ малых концессий в сельских районах области на предмет их эффективности. И если ее нет, вернуться к муниципальной форме управления такими объектами, которые ранее были сданы в концессию. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры областного центра и усиленное вовлечение воронежцев в здоровый образ жизни. О задачах на 2024 год говорили в Воронежской мэрии. Из насущного начать строительство четырех новых объектов – фокс-бассейном в Шилово, еще один на бульваре пионеров у школы номер 4, футбольное поле в Никольском, плюс фиджитал-центр на Петровской набережной. Последний должен объединить спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также территорию виртуальной реальности. С появлением фиджитал-центра, уверены чудовники, воронежцы смогут отстаивать честь города в международном турнире «Игры будущего». А игроки и болельщики «Бурана» уже в этом году получат обновленный дворец спорта «Юбилейный», обещают в мэрии. На его ремонт уже потратили более 130 миллионов рублей. Основные работы завершили в 2023-м. Установили новое холодильное оборудование с энергоэффективной системой вентиляции, обновили душевые, раздевалки, привели в порядок фасад здания. В планах на этот год вложить еще 23 миллиона. Согласно документам, эти деньги пойдут на завершающие отделочные работы. Подрядчику предстоит отремонтировать крышу, осушители, электрику и освещение. А еще в юбилейном должен появиться видеокуб. Ведется обследование бетонных балок. Соответственно, по результатам технической экспертизы мы сможем понять, иметь расчеты, какой массы и какое оборудование мы сможем разместить на данном объекте. Это информационное табло, объемное, которое позволяет всем зрителям в режиме реального времени наблюдать за игрой, отслеживать какие-то интересные моменты, выводить на экран наиболее яркие моменты, какие-то комментарии, ну и, соответственно, размещать какую-то рекламу. «Яркое, весеннее и необычное» – так зрители описывают выставку «Приближение», что открылось в выставочном зале Художественного музея Мини Крамского. Создали ее участники творческого объединения «Азарт». Каждый из них написал две самостоятельные работы, взяв за основу картины известных русских живописцев – Репина, Бучкури, Пименова. По-новому взглянуть на полотна классиков решила Мария Сивак. Одна из представленных работ – копия небольшого фрагмента знаменитой картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Именно это полотно взяла за основу художницы Наталья Хадеева. На заднем фоне мы видим женщину, ставшую свидетелем гибели царевича. Участница проекта решила передать ее эмоции и сделать второстепенного персонажа главным. Конечно, когда я работала над этой работой, мне хотелось не сильно отходить от стилистики автора, поскольку все-таки мы приближаем, не перерабатываем картину, а приближаем фрагмент к зрителю, чтобы зритель мог додумать какую-то историю вторую, которая там случилась. Одно из условий проекта – придерживаться стиля авторов полотен оригиналов. Сложнее всего, говорят участники, было подобрать похожие цвета и оттенки, а еще уловить мелкие детали на картинах классиков и передать их скрытый смысл. Часто бывает, когда человек приходит в музей, он смотрит картину и выхватывает что-то главное, главное для него, и не обращает внимания на детали. Вот он посмотрел картину и пошел к другой. Картина, она отличается от фотографии тем, что, например, фотограф, который фотографирует, к нему в кадр может попасть что-то постороннее, но на картине постороннего быть не может. Каждый из участников выставки представил по две контрастные работы. Причем вторая – абстракция. Их тоже писали, ориентируясь на крошечные кусочки из произведений именитых художников. Маленький кусочек пены, который приближен к нам, получился вот в такую абстрактную работу. Гости открытия, к слову, могли поучаствовать в своеобразном квесте. Попробовать найти на фотографиях картин маленькие точки, которые были выбраны для абстрактных композиций. По словам организаторов, люди и правда стали внимательнее к произведениям. Рассматривали буквально каждый кусочек полотна, пытаясь отыскать тот самый приближенный фрагмент. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Завтра итоги недели подведет мой коллега Иван Грещук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин